Здравствуйте! На фестиваль плова я пришел одним из первых. Народа практически не было, но тем не менее, уже был готовый плов, даже не один. Некоторые люди с утра едят, это было 11 часов, вся Москва еще спит, некоторые люди едят. Плов-то симпатичный, чего же его не есть. Иду дальше, пакистанец готовит куриный плов, показывают курицу уже подготовил, будет готовить с рисом басмати. Иду еще дальше, встречаем мощную узбекскую команду, у них несколько казанов, еще больше поваров, вот такие ребята впечатления пройдут. Про конкурсное, про то, как вы готовите. Сами вкусно, плохо, очень вкусно. Вот что-то готовится. Вот там будет конкурсный, но это тоже хорошо выглядит. Какой рис будет использовать? Лазер. Лазер, а почему все лазеры? Лазер, это праздничный, это хороший. А дозера никто не использует? Нет, дозера тоже будет. Там будет дозера. Иду еще дальше. Да, не ожидал. Иди в него. Да? То есть всегда. На даче, на рыбалке, в походе, везде. Не, ну на даче, на рыбалке, в походе, особенно в походе, я верю. В принципе, почему нет? Кстати, эта идея мне самому в голову не приходила, она имеет место быть. В Афганистане, там все настоящее, без консервантов. Иду еще дальше. Откуда имени? В Душанбол. Вот, наоборот. Да, это производит впечатление. Сразу. Уже масло сразу видно, что это зигирная смесь с подсолнечным. Смотрите, как здорово. Здоровенные кости обжариваются. И укладываются потом здоровенные тоже куски говядины. Вот так они начали готовить кофе. Ну, сразу стало понятно, что надо поближе к ним держаться. Здесь будет интересно. Без сомнения. Ну, тем более, земляки. Запустили лук. А вот, откуда? Вы откуда? С Каджикистана. Откуда именно? С Душанбол. Наш плов в процессе скоро будет. Ясно. Вы делаете на подсолнечном масле, как я понимаю. Походу, да. Тоже земляки. И это земляк. Добрый, к настоящему новый день, новый год, новый день, и новое счастье, новая прибыль, и всего нового. И праздник весны, праздник народов востока. Поздравляю вас. Праздник вам. Желаю удачи. Спасибо. Многое уже предварительно заготовлено, потому что есть ограничение от санэпидстанции, которая там не разрешает срезать мясо. Поэтому многое мясо нарезано, морковь нарезано. Рис я вам показал. Это один из узбекских вариантов. Барани. У них вообще один плов уже почти готов. Какой-то уже, по-моему, давно готов. Еще один они будут делать на конкурс. Ну, честно говоря, я за всем тут не уследил, но это не обязательно было. Ну, видно, что профессионалы работают. Это вообще. Ну, без восточного колорита на конкурсе плова просто никуда. Да не нужно. Ну, я могу челмазить, но челмазить я буду. Вот наши душамбинцы укладывают мелкие кусочки говядины и возвращают назад крупные. Ну, мне очень нравится смотреть, что и как они делают. Узбекская команда уже очередной плов. Укладывают желтую морковь, которую в Москве еще поискать надо. Ну, в Азии всегда плов делают с такой морковью. Ну, я имею в виду Таджикистан, Узбекистан. Наши запускают морковь. Ну, я имею в виду команда Таджикистана. Наши, потому что земляки. Ну, у них не только наша оранжевая морковь. А, и желтая тоже есть, они и ту, и другую будут использовать. Нут. Предварительно отваренный процентов на 70. Барбарис. Зира. А это что? Не только плов завораживает, но само приготовление плова тоже завораживает. Черный перчик, свежемолотый. И вот только сейчас они залили рис водой и промывают. Все, видимо, хотят, наверное, научить их ловлю. В том числе все ловлю. И много изучали, записывали. Так что, будет. Вы сами готовите или вы тренер? Нет, я готовлюсь. То есть, да? Да, я сам готовлю плов. Ошпаз составлен больше, да? Да. А живете где? Да, потому что по моим методам, как я изготавливаю, да, у многих здесь тоже в Москве, которые сейчас имеют кафе саловой, да, они у меня плов ели. Поэтому меня пригласили с душа меда просто кого-нибудь научить. Вот я вот смотрю, как этот плов делается. Да, да. И вижу очень много интересных приемов, которые я раньше не видел. Да, да, да. Обычно делают, да, можно за полтора часа приготовить. Да. А для такого плова, да, все до трех часов, четыре часа надо времени. Почему? Потому что каждый там продукт должен сварить, чтобы его запах не оставался. Это что с сырой вы расположите? Запах морковки остается. Да. Да? Уже не тот вкус. Все равно люди знают. Попробуйте плов, да? Хорошо. Потом сами увидите, скажете, да? В чем отличие от других плов. Да, наверное, попробую. Здравствуйте. Я хочу вас пригласить на наш праздник, который проводится в рамках празднования Навруз в городе Москве. Вот этот праздник, который мы назвали Курслова, который мы придумали пять лет назад, он живет, разрастается. Из простого городского праздника он превратился в федеральный. Вот начало, первый этап, который проводится здесь на ВДНХ. И участвуют в этом не профессионалы, а страны. Вот у нас Узбекистан, Азербайджан, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. Все мы здесь готовим вкусный плов. Добро пожаловать. Спасибо большое. Таджикская команда добавила еще и желтую морковь, соль. Я бегал туда-сюда, естественно, полностью технологический процесс не контролировал. Ну, мне надо было снять так, чтобы сюжет был интересный. Пресса появляется. Адрес, попробуй еще. Скажите, что там не хватает. Очень хорошо. День, 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 День. Город! Один,ский, День. День, один город! Один, один. Таджицкий плов самый лучший? Самый красивый плов. Кому плов? Скажите, пожалуйста, что самое главное в плове? Самое главное в плове это компания, это народ. Когда много людей, когда получается вкусный плов. Первый казан, который я вам показывал при входе, уже почти пуст. Спасибо большое вам за то, что вы пришли на этот замечательный весенний праздник. Пошла закладка риса. Рис лазер. У меня есть, кстати, рецепт с рисом лазер. На курдючном жере, насколько я помню. Вы здесь случайно или? Сознательно. Или усовременно? Или усовременно. То есть вы любите плов по всей жизни? Да. Мы родились в Узбекистане. В Узбекистане, да? В Ашгенте. Это понятно, да. Поэтому мы здесь и находимся. А какой вариант вы выбрали? Ну, мы узбекский плов. Это правильно. Это правильно. Но я думаю, вам есть смысл это тоже. А это когда? Тут очень серьезно. Каджикистан? Здесь таджики. Это плов будет очень смысл. На зигирном масле. Угу. То есть вы в Москве живете? От Москвы. От Москвы? Специально приехали, чтобы потрудить. В общем, не жалеете, что сюда приходят? Я тоже не жалею. Мне очень понравилось. Много вариантов хлова делаю. Процесс идет. Здесь на курдючном жере никто не делает. Ну, учитывая вкусы потенциального потребителя. Ну, и на чисто зигирном масле тоже никто не делает. Ну, и баранины. Тут есть плов баранины, но в основном плов из говядины. Но это все в соответствии со вкусами россиян. Интересно работает. Там такой запах. Жаль, что не может экран его передать. У меня куртка так пропахла костром и пловом. Уже три дня я ее нюхаю. Здорово. Мне очень интересно было смотреть. Ну, мои зрители знают, что я делаю плов. У меня как минимум 10 вариантов есть на моем канале. Но в таких огромных казанах, конечно, я никогда не делал. Я не профессиональный повар. Кулинария – это мое увлечение. Иранцы припозднились, колдуют с большой кастрюлей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пакистанец сделал свой куриный плов, он тоже расходится на Ура. Кстати, россияне любят куриный плов. Народ идет, подходит больше и больше, идет, приходит, приезжает. Смотрите, как интересно, накрывают тканью, чистой тканью, не крышкой плотной. Вот такая технология, такой вариант. У второй торжецкой команды плов готов, и уже вокруг них небольшой ажиотаж. Люди меняются, поевших и ушедших меняют голодные пришедшие. Вот народу больше и больше приходят, приезжают. А некоторые даже прилетают. Процесс близится к завершению. Парень, который готовит молодой ошпаз. Ошпаз это специалист по приготовлению плова. Вот, не размешивая плов, он сможет легко создать такую или какую-либо другую порцию. С уклоном, например, в мясо или с уклоном в рис. С красной морковью, с оранжевой или с желтой морковью. Ну, самое сложное для него, как я понял, это уложить порцию в разовую гибкую тарелку. Это сложно, действительно. Эти ребята из Узбекистана, которые там жили, взяли зечный плов тоже. Выловлю их через пару минут. Послушаю, что скажут. Такой хороший ажиотаж. Ну, все спокойные. Все хорошо, все ароматно. Это какой антижанский? Это душамбинский. Да, это душамбинский, ребята. Пусть душамбинский намного больше. Серьезно? Чем первый попал. Да, это сестра в тупом слил. Потому что авторина служит там. Ну, опять, да, конечно. Ладно, все, удачи. Всего доброго. Я снимал, поел гораздо позже. Ну, надо было снять все. Но то, что я съел, было очень вкусно. Этот плов. Душамбинский. Очень хороший. А это они для жюри сделали. Подача без понтов, но хорошая. Такая. Я не нажался к концу и объявление итогов конкурса. Это не было для меня самым важным. Традиции плова и сам процесс. Это меня завораживало. И это было здорово. Всем удачи. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok